Здравствуйте, дорогие гости и, конечно же, подписчики моего канала. Доброго дня, шановне пани и панове. В этом видео я хотел поделиться опытом использования твердотопливного котла длительного горения плюс терм, полученного в результате отключения электроэнергии, когда уже котел работал в установленном режиме. То есть, когда была установлена температура на котле, 60 градусов, и котел работал, и произошло отключение электроэнергии. Я провел определенные действия, и котел продолжал работать, у меня пока не сгорело все топливо в котле. Потом я провел эксперимент, когда след был, и показал это все на коротеньких видео, как и что нужно делать, чтобы подобный котел плюс терм или свак можно было использовать без использования дополнительных источников энергии, когда отключена электроэнергия. Ну и если вам будет видео это полезно, пожалуйста, попрошу вас подписаться и оставить ваши комментарии. Всего вам доброго! Сейчас пробую провести эксперимент. Вот время без 12 час. Я сейчас отключаю от температуры в котле. Сейчас он отрубился, потому что на котле, вот видите, установлено, было 55 температур, но он добрал эту температуру и отключился. Сейчас она немножко будет падать, но я делаю следующее. Я отключаю автоматику. Конечно, это не очень-то приветствуется, но эксперимент есть эксперимент. И открываю напрямую котел. Сейчас циркуляционный насос отключен, и вода идет напрямую в топку. И еще один момент. Вот видите, вот тут есть заглушка. Заглушка. Она сейчас закрыта. Но я ее вот так вот в эту, и вот воздух сам будет затягиваться. Вот смотрим, что будет делать. Вот смотрите, я отсылаю бумажку, она прилипает. То есть в котел воздух сам заходит. Он как бы подсасывает воздух, когда заглушка открыта. И попробуем несколько часов, как упадет температура в котле. Но еще надо перекрыть циркуляцию, чтобы не пошла по маленькому контуру вода вверх. И сейчас вода через котел будет поступать вот туда вверх и обогревать весь дом. Итак, еще раз проверяем. Без десяти час. Ну, без девяти. Все, пока все. А вот я показываю вот этот трос. В каком он положении. То есть, он находится ниже, ну, самого окна загрузки. Посмотрим, что будет через два-три часа. Показываю температуру внутри котла. Ну, это не электрический термометр. Он показывает, какая сейчас температура в котле. Вот и я вышел на второй этаж. Посмотреть, какая температура в коридоре. Вот вы сейчас видите. Двадцать два градуса на втором этаже. Еще раз проверяем часы. Так. Без восемнадцати четыре. Все, пока все. Итак, смотрим на часы. Так, давайте так, чтобы видно было. Так. Без двадцати... Без восемнадцати четыре. Смотрим на радостник. Уже, ну, получается, ну, пятьдесят восемь, вот так, где-то, градусов в котле. Пятьдесят шесть, вот так. Вот смотрим, на каком уровне поднялось. Вот был он ниже. Это, ну, трос, на котором опускается этот распределитель воздуха. И я вот повесил ключ на заслонку, чтобы она не закрывала вход воздуха. И сейчас проверим, есть ли тяга воздуха. Вот, вот видите, вот прилип этот, то есть, получается, что тяга хорошая. То есть, идет, как бы, самозапитка котла воздухом и циркуляционный насос. Ну, вот видите, что выключена автоматика. То есть, сейчас я включил напрямую, вот, байпас, вот, котел питается, как бы, работает в автономном режиме без использования электричества. Как раз хотелось провести такой эксперимент, чтобы понять, как долго будет идти вот это горение, какая будет температура. И, естественно, имеет ли смысл вот такое использование котла. Ну, то есть, растопка идет при помощи электричества. То есть, я догоняю температуру где-то до 80 градусов в котле. И потом уже, ну, сейчас просто, ну, как бы, в виде эксперимента. Я делаю это, ну, как бы, проверка работоспособности котла и как будет температура в доме проверяться. То есть, сейчас можем прийти посмотреть в зале, сколько у нас температура, чтобы понять этот, что у нас получается. Так, ну, вот, 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 как бы тут, чтобы было бы видно. О, 18 с половиной. Хотя, вот, с утра было там 17, а может быть, даже 15. Я, честно говоря, не смотрел, как дрона. Ну, ну, просто, чтобы понять, имеет ли смысл использовать вот такую. Итак, проверяем время. Значит, без 20, без, ну, без 18, ой, без 24 минут 8. Значит, смотрим на трос. Вот он уже куда поднялся. Так, смотрим градусник. В котле чуть больше 40 градусов. Там где-то 44, 40. И я думаю сейчас, так как температура сильно упала, все-таки по-новой запустить автоматику. Я так просто думаю, что в конце там самые большие поления. Они очень крупные, и вряд ли они могли так быстро подсохнуть. И поэтому запущу воздуха, ну, чтобы автоматика проводила наддув, чтобы было более этот. Итак, сейчас надо перекрыть кран, чтобы работал. Автоматика у меня сейчас настроена на... Нет, это я включил, нету. 10 на 55, ну, хайбой на 55. Все, вот пока. Сейчас она будет работать в таком режиме. Будет догонять до 50. Пока все, еще раз время. Что-то темнее. Ну-ка. О. Ну вот. Без 20, 8. Все, на этом пока с экспериментом покончено. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok